Во имя Отца и Сына и Святого Духа. В связи с Рождеством Христовым, Евангелист Матфей, больше всех других, уделяет внимание ветхозаветным пророчествам о Христе. И вот в только что прочитанном отрывке, их прозвучало по крайней мере два. Одно из них. «Из Египта возвал я сына моего в связи с тем, что Святое Семейство вынуждено было скрываться в Египте от преследований Ирода». Пророк Осия буквально приводит такое высказывание. «Когда Израиль был юн, я любил его и из Египта возвал сына моего». Интересно, что были две традиции прочтения этого стиха. В единственном числе и во множественном числе. Например, по греческой «септуагинте», греческому переводу Ветхого Завета, появившемуся за три примерно, за два-три столетия до Рождества Христова, читалось этот стих во множественном числе. То есть «из Египта возвал я сыновей своих» или «детей своих». Но в массоветской традиции последующей закрепилось единственное число. И Матфей употребляет именно единственное число. И это тоже не случайно, потому что Израиль назван сыном Божьим в книге «Исход». Там есть такое место, где говорится «Израиль – сын мой, первенец мой». Интересно, что у Матфея Иисус тоже назван первенец. Родила Мария первенца. И таким образом, отождествление Иисуса, как обещанного Израилю, Мессии и самого народа израильского, здесь не случайно. Судьба народа Израиля и судьба Иисуса Христа, родившегося в Израиле и для спасения Израиля, ну, в общем-то, переплетаются и в какой-то степени отождествлены. Ну, например, как семейство Якова, от которого произошел весь израильский народ, вынуждено было от голодной смерти скрываться в Египте, а спасал их от этой смерти брат отверженный Иосиф, который затем сделался вторым человеком после фараона египетского. Он накормил их хлебом, он отпустил их, в конце концов, он спасает их от голодной смерти, и потом семейство Якова поселяется в Египте и именно размножается, и в конце концов, когда уже проходит немало времени, они призываются выйти из Египта. То же самое и здесь. Святое семейство спасает младенца от смерти, и потом проходит время, наступает более безопасный период и призывается также из Египта в Палестину. Вот таким образом Израиль отождествляется здесь с Сыном Божиим Иисусом Христом, с Мессией, хотя Израиль тоже назван первенцем и Сыном Божиим. Еще одно пророчество. Когда Ирод решает избить, перебить всех младенцев от двух лет и ниже, то Евангелист Матфей приводит такое вот пророчество, ссылаясь на Иеремию. Глаз в раме слышен, и печаль, и вопли многие. Если посмотреть 31 главу книги Иеремии, то там так говорится, так говорит Господь. Голос слышен в раме, вопль и горькое рыдание. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться о детях своих, ибо их нет. А следующее предложение звучит. Так говорит Господь. Удержи голос Твой от рыдания и глаза Твои от слез, ибо есть награда за труд Твой, говорит Господь, и возвратятся они из земли неприятельской. Значит, контекст повествования Иеремии такой, что израильтяне и потом и иудеи вслед за ними будут отведены в плен. Сначала, как известно, северные царства израильские были покорены ассирийцами, затем южное иудейское царство было завоевано Вавилоном. И вот Рама, кстати, существовало, по крайней мере, два или три пункта с названием Рама на территории израильской. Спорный вопрос, какая из них была Рама, какой имеет в виду Матфей, но во всем случае, Рама была таким вот пересылочным пунктом. Иеремия там был, соответственно, и много людей через эту Раму переселялось туда, дальше на восток в то самое время. Естественно, был плач и рыдание, и вопли многие в связи с этим отведением израильтян и иудеев в плен вавилонский. Но это было при Еремии. А почему Матфей приводит это пророчество? В связи с чем? Ну вот по ключевому такому, наверное, слову, это излюбленный метод был и остается иудейской экзегезы, по ключевому слову объединять разные события. Ключевое слово плач, рыдание, вопль. Тогда это было в связи с пленением израильтян и иудеев. Сейчас это в связи с избиением младенцев. К тому же, Рахиль, от которой произошли два колена Иосифа и Вениаминова, как раз погребена была близ Вифлеема. Гробница ее находится там до сих пор. Но спорный вопрос насчет Рамы. Какая Рама имеется в виду? Непонятно. Но ни одна из этих Рам библейских не находится непосредственно вблизи Вифлее, от Вифлеема. То есть, плач, так имеется в виду, прежде всего, предполагается в Вифлееме и окрестностях. А Рама здесь как будто бы ни при чем. Но, с другой стороны, само слово Рама означает высота. Значит, таким образом, не столько географическое положение здесь играет роль, а сколько глаз слышен в высоте. По сути дела, такой вот вопль, рыдание многих распространилось в высоту. То есть, на огромную территорию и ввысь. Ну и еще одно, наконец, пророчество, которое мы не найдем нигде на страницах Библии. Это самое последнее, когда Матфей повествует, что вместо того, чтобы поселиться в Иудее, Иосиф убоялся идти туда, узнав, что там царствует Архилай, но поселился в городе Назарет. И дальше он приводит такое странное высказывание. Да сбудется сказанное через пророков, что он Назареем наречется. Сказанное через пророков. Ни у одного пророка мы не найдем этой фразы. Это такое обобщенное, скажем так, пророчество. Конкретного ничего нет нигде, ни у какого пророка, что он Назареем наречется. Это загадочная фраза. Что она может иметь в виду? На самом деле Иисус буквально Назареем не был. Назир это дословно, ну, скажем так, имеется в виду посвященный Богу. Существовал обет Назарейства, предполагавший, что человек не будет ни пить вино, ни винные напитки, ни прикасаться к мертвецам, еще какие-то такие, значит, повышенные требования предъявлялись к тем, кто принимает обет Назарейства, но Иисус не был Назареем. Он как раз мог и пить вино, и его упрекали именно за то, что он ест и пьет с мытарями и грешниками, как раз обет Назарейства к Иисусу не имеет никакого отношения. Тогда в чем же дело? Здесь скорее игра слов, потому что Назарет на самом деле по-еврейски назывался Нацирет, другой корень, А у Исаии в 11 главе есть пророчество о том, что произойдет ветвь из корня Есея. Вот эта ветвь называется Нецар по-еврейски. И отсюда ветвь как Нецар и город Нацирет таким образом отождествляются здесь. Это одно из возможных объяснений. С другой стороны, Иисуса называли, зная, что он из Назарета, из Нацирета, как раз его называли Назарянин, но цри. И это название было пренебрежительное. Вспомним Нафанайла, который встретил Филиппа, объявившему, что мы нашли Мессию из Назарета, Иисуса из Назарета, он воскликнул из Назарета, может ли быть что доброе? Вот это бремя жителя Назарета Иисус нес на себе. Назарет был ничего не значащий за холустной дерьмушкой, скорее, видимо, имевший среди иудеев дурную репутацию. И вот Иисус понес это бремя на себе дурной репутации из Назарета, самого Назарета. Ешуа Ганноцри так в одном месте называет его Талмуд. И именно это название из Талмуда позаимствовал Михаил Булгаков в своем известном романе. Ну и объединяя, так сказать, обозревая весь прочитанный текст, можно посмотреть, так сказать, созерцая, можно сказать, духовными очами, что Иисус прежде чем стать спасителем Израиля и всего мира, сам спасаем своим семейством от гибели, от мести Ирода, затем он, как младенец, и вскармливается, и пеленается, и возрастает у родителей, и укрепляется, и это очень трогательный и символический образ. Это своего рода, так сказать, богочеловеческая диалектика. Не только Бог нас спасает, но и мы призваны в себе сохранять Бога, сохранять младенца Христа, чтобы он возрос внутри нас, в наших душах, прежде чем он будет нас и дальше поддерживать, наставлять на нашем жизненном пути. Ну, а когда Христос возрастает внутри нас, мы, становясь членами тела Христова, но тело Христова становится ломимым. Иисус, возросший, придя в полный возраст совершенного в летах мужа, идет на крест. Что это значит для нас? А то, что Христос, возрастая в нас, тоже может вести нас, ну, если не на крест буквально, то подвергать нас каким-то испытаниям. Если Он взял на Себя большую часть зла мира, то Он попускает и нам принимать удары этого мира, лежащего возле. То есть легкой жизни Он нам никому не обещает, членом Его тела, ловимого тела. И это надо иметь в виду. Он нас и поддерживает, но Он и попускает нести каждому свой жизненный крест. и еще один момент, что сегодняшнее воскресенье называется Неделя Святых Бога Отцов. В католической традиции первое воскресенье после Рождества Христова это праздник Святого Семейства. Ну, очевидно, что и восточная и западная традиция происходит из одного корня. И западная традиция, в общем-то, очень трогательная в том смысле, что Святое Семейство и вся жизнь его перед нами предстоящая, ну, можно сказать, являет образец для жизни каждой семьи христианской. В общем-то, эта икона призвана присутствовать в каждой семье, которая становится малой церковью. И вот отношения, которые были между Иосифом, Марией и младенцем Христом, мы можем догадываться, какие это были отношения, о них Евангелие не повествует подробно, но вот Мария слагала все, что происходило с младенцем в сердце своем. Иосиф заботился о ней и о младенце. Вот, повторяю, нужно было и бежать в Египет, и потом возвращаться, и младенца воспитывать, прежде чем он сам будет вести за собой своих последователей. И вот это, повторяю, самый, наверное, трогательный образ, который можно для себя извлечь из сегодняшнего евангельского повествования. Аминь. Аминь. Аминь.